Какая у нас, в принципе, ситуация? Значит, надо сказать, что, ну, наверное, вы знаете все, что у нас полномочия Банк России в прошлом году сильно расширились, именно в нашей части, в той части защиты информации. Значит, если раньше мы занимались только защитой информации, пришлением переводов в денежные средства, теперь мы неожиданно, так сказать, для себя в какой-то мере поняли масштаб нашего рынка, да, собственно говоря, поняли, что в нашем регулировании надзоры, собственно говоря, находится большое количество разного рода, значит, некредитных финансовых организаций, значит, в объеме порядка 20 тысяч организаций, да. То есть Банк России теперь у нас полноценный мегарегулятор в части вопросов защиты информации с прошлого года, значит, и это потребовало от нас какого-то выработки какого-то процесса, подхода, значит, более такого, наверное, систематизированного с точки зрения вообще выстраивания процедуры регулирования и надзора, да, и взаимодействия в том числе с Финцертом. Значит, и как мы пытаемся выстроить свою деятельность и какие вопросы сегодня хотели бы мы осветить? Значит, мы понимаем, что наше регулирование, наш надзор должен быть адаптирован к технологии обработки информации, которая есть у наших поднадзорных. Очевидно, что нормативные акты, которые там, или документы Банка России, которые сдаются в отношении кредитных организаций, да, они в меньшей степени применимы к технологии обработки информации, которая есть там у, допустим, организаций, которые действуют на рынке ценных бумаг, а еще в меньшей степени применимы к организациям, которые действуют там на рынке коллективных инвестиций, да. Вот, собственно, и поэтому вот это регулирование и надзор должен быть, повторю свою мысль, адаптирован к, то есть, как виду деятельности, к технологии обработки информации. Мы начали активно достаточно эту работу, и, собственно говоря, у нас вот как бы регулирование и надзор выстроено как бы в три этапа. Первое, безусловно, нам важно, значит, разобраться именно с технологией обработки информации, с бизнес-процессом. Сейчас активно эта работа ведется именно в отношении блока некредитных финансовых организаций. Что нам важно понимать, вот на что нацелены наши, как бы, усилия. Ну, об этом подробно Максим Михайлович расскажет, но я, как бы, акценты просто постараюсь расставить вначале. Мы пытаемся и будем пытаться, значит, разбираться именно с технологией, да, из каких, так сказать, технологических участков, из каких конкретных операций, вот, состоит процесс обработки защищаемой информации в отношении наших поднадзорных. Приошление каждого вида деятельности, видов деятельности связанных с проведением банковских операций и, собственно говоря, проведение деятельности в сфере финансовых рынков, да. На основе нашей аналитики, которая есть у финсерта, которая есть, там, так сказать, у наших поднадзорных, мы будем пытаться и пытаемся оценивать риски реализации, так сказать, компьютерных атак на каждом из технологических участков. Вот, собственно говоря, мы будем пытаться, безусловно, активно использовать международный опыт в такие площадки, как, там, КПРИ, ИОСКО, да, международные площадки, да, международные площадки, собственно, управление киберрисками, значит, активно сейчас развивается, да, значит, и все наше регулирование пока в нашей парадигме, оно вот должно идти из понимания бизнес-процесса, технологии обработки информации и, как бы, концентрироваться на трех уровнях. Это первый уровень, и, как нам кажется, наиболее важен с точки зрения такого-то аналитики, это выбор безопасных технологических мер защиты информации, да, значит, это, собственно говоря, все, что связано с обеспечением, там, неизменности, там, и, условно говоря, целостности, значит, достоверности информации, которые обрабатываются в рамках проводимых операций, значит, второй, как бы, уровень, это требования к безопасности программного обеспечения, и мы тут определенную работу ведем, коллеги расскажут более подробно, ну, мы ответим на какие-то вопросы, если будут, и требования, третий уровень, это требования к инфраструктуре. У нас есть уже наш ГОСТ по защите информации, который уже многие знают в этом зале, да, значит, это вот такие вот требования к инфраструктурной защите, значит, собственно говоря, у нас ведется активная работа по разработке другого ГОСТа, я надеюсь, что где-то в октябре месяце мы представим ГОСТ, два ГОСТа именно в ТК-22, вот, это в наших планах, значит, это инфраструктурные требования, значит, которые, собственно, направлены на вопрос защиты информации. Дальше, собственно говоря, на основании вот этого анализа мы формируем и планируем формировать именно вопросы, связанные с нормативной базой и все, что касается нормативного закрепления указанных требований. У нас есть два рамочных нормативных акта, 683 положение, 684 положение. Эти два рамочных нормативных акта, безусловно, они идут именно по той логике, которую я сказал, что безопасность технологии, безопасность ПО, безопасность инфраструктуры, но они, еще раз повторяю, они рамочные, да, значит, если в отношении кредитных организаций мы полагаем, что они соответствуют той технологии обработки информации, которая есть в кредитных организациях, то в отношении разных направлений, разных видов деятельности в части инфо, значит, мы планируем достаточно провести большую работу с точки зрения, скажем, уточнений и, так сказать, дополнений вот этих нормативных актов разъяснениями и методических рекомендаций, которые будут рассказывать, как, собственно говоря, вот эти требования, которые выставлены в 684 положении, должны выполняться разными категориями наших поднадзорных. Значит, в скопе нашего интереса в этой части, в первую очередь, крупные инфо, это инфо, которые действуют на рынке ценных бумаг, это участники торгов, собственно говоря, сами биржи, организаторы торгов, да, и центральный контрагент, безусловно, значит, расчет на депозитарии, значит, и участники, так сказать, учетной инфраструктуры, регистраторы, там, депозитарии и так далее. То есть наша первостепенная задача, это, грубо говоря, сконцентрироваться с точки зрения адаптации требований 684 положения вот на эти виды деятельности. И, собственно говоря, дальше это все должно, значит, сопровождаться некой надзорной деятельностью, целью которых является, на самом деле, не проверка, там, грубо говоря, установки средств защиты, как таковых, да, или какой-то формальной проверки, а формирование некого риск-профиля, да, который будет показывать готовность наших подназорных, значит, противостоять, скажем, компьютерным атакам, да, актуальным компьютерным атакам, и с точки зрения именно, значит, экономики, с точки зрения возможности покрытия возможного ущерба, который может быть вызван недостаточным уровнем информационной безопасности. И с точки зрения защиты прав потребителей финансовых услуг. То есть, надо сказать, что ту методологию, которую мы будем использовать с точки зрения надзора, она направлена, еще раз повторюсь, с целью оценки риска поднадзорных, с точки зрения, возможно, в первую очередь, с точки зрения покрытия реальных потерь, обеспечения бесперебойности функционирования в случае наличия тех или иных инцидентов, вызванных недостатками обеспечения информационной безопасности. В корпусе нашего, так сказать, регулирования надзора появляются новые сущности, такие, как вот мы сейчас обсуждали, новые объекты, такие, как, допустим, ЕБС, которые обсуждали в первой сессии нашего, так сказать, заседания нашего, так сказать, как это, нашей осенней сессии зимнего уральского форума, да, вот, соответственно. И сейчас достаточно активно, как вы, наверное, знаете, меняется законодательство, значит, много законов, значит, находится в Государственной Думе в том или ином чтении, да, важные вещи такие, как это закон о цифровых финансовых активах, закон о маркетплейсах, да, собственно, закона, который вышел недавно о краудфандинге, значит, недавно, опять же, вышли, собственно говоря, изменения 161 ФЗ, в котором появились новые сущности, такие, как платежные агрегаторы и операторы услугу информационного обмена, да, и все они постепенно, как бы, вот эти все операторы, организации и процессы становятся, так сказать, плавно вливаются, так сказать, в лоно нашего регулирования надзора в части информационной безопасности, защиты информации, вот. И, как бы, вот этот процесс, который я попытался кратко описать, и коллеги более подробно о котором расскажут, мы будем, как бы, и применять в отношении, вот, новых, так сказать, всяких, инновационных, назовем их так, вещей, которые появляются, так сказать, которые легализуются в рамках изменения законодательства.